Друзья, вот мы уже плавненько перешли именно на, так сказать, мини-стенды. И сейчас мы аккуратненько пройдемся мимо рядов, скажем вам, кто здесь присутствовал. Скажем, что в этом павильоне есть прикольного и что вы могли потерять, если не были в этом павильоне. И первое, что нам сразу же бросается в глаза, это именно тачка Intrulab. Собственно, все время Intrulab привозят какие-то клевые ведерки. И это, по-моему, Pontiac Bonneville или, возможно, это Cadillac Bonneville. Точно не могу сказать, но тачка зачет. Помогли ребята из Москвы, по-моему, кассовная мастерская или реставрационная мастерская а-ля Масл Гараж. Они предоставили это ведерко как раз-таки сюда на стенд. У данного стенда ходят девушки, в принципе, которые тоже, наверное, не прочь пофоткаться, да? Мы как бы здесь пилим видос. Вы что здесь делаете? Мы? По вашему мнению, что здесь, по вашему мнению, происходит? Кто все эти люди? Это похоже на веселье? Почему здесь везде идет пар? И почему здесь так много иностранцев, китайцев, и они барыжут какой-то непонятной железной фигней? Ну, что, на ваш взгляд, здесь происходит? А, то есть вы тоже парите? Нет, только здесь на выставке. Только здесь, а по факту нет? Нет. Мне сказали, я парю. Ну, не, мне в принципе нравится, просто я не считаю то, что это прям хорошо для здоровья, поэтому нет. Хорошо, а есть какие-то аргументы, почему это может быть плохо для здоровья? Ну, мы же не знаем, что туда входит состав. Как это? Я не знаю. Пропилен, гликоль, глицерин, никотин и пищевые ароматизаторы, возможно, есть какие-то консерванты. А, которые без никотина. Ну, есть жидкости, да, есть жидкости без никотина, никто этого не оспаривает. То есть, в принципе, все то, что вы, милая женщина, втираете себе в голову вместе с шампунем, с кремом, да, это же ведь так классно. Там везде есть глицерин, везде есть пропилен, гликоль. Ну, голову-то надо мыть все равно. Ну, это понятно. А что, в чем разница, втереть это в голову, либо втереть это внутри себя? Ну, все-таки, то, что внутрь, намного вреднее. Это на самом деле будет и истина, это будет истина. То, что внутри женщины, точнее, это намного вреднее. Ладно, клевая тачка и погнали дальше, погнали дальше туда. Ребята, OneDrop, я не знаю, кто это. Давайте подойдем. Ребята, здравствуйте. Вы кто? Мы, OneDrop. OneDrop, кто такие OneDrop? Жидкость производится в Москве. Соотношение ПКВГ 70 на 30. Что вам рассказать о нас? В чем прикол, в чем оригинальность? Какие есть офигительные оригинальные вкусы? Вот прямо вот так, чтобы... Вот так, чтобы он заходит и летом, и зимой. Он идеальный вообще, холод. А-а-а, я зацепилась, петличка. Мороженые фрукты, да? Да, абсолютно верно, мороженые фрукты. Мы там используем, собственно, фишку холода, который позволит парить ее комфортнее летом и зимой. В чем фишка данного холода, если есть ментол, есть мята, есть кулада и есть еще сухая кулада? В чем же ваша фишка? Вы ее подмораживаете или у вас там капитан холод внутри? Можно сказать, что там капитан холод внутри, потому что в ней суть такова, что мы ее не раскрываем, в принципе. То есть это... Короче, это типа такая интрига, которая есть у всех. Она за пределы мозга нашего пола, она не выходит. Клево. Это лайк, это лайк. Так. Здесь, наверное, те ребята, у которых нам, ну, особо делать нечего, потому что, насколько я понимаю, здесь все более-менее официально. Здесь у нас жишка-мишка. Они не нуждаются в представлении, не будем тратить на это время. Время у нас ограничено, потому что... Привет большой Вове, моему оператору. Вова ты педрила. И козел. Ну ладно. Это другая история. Так. А здесь у нас амиго. Что такое амиго? Скорее всего, эти китачки опять, в принципе, ничего не поймут, но попробуем что-нибудь у них спросить. Здравствуйте, а вы можете ответить на пару вопросов? Здравствуйте. Здравствуйте. А что это за стенд? Это амиго. Я вижу. Класс! А именно что? Что вот это за мелкие пиговины? Что они могут нам предложить? Смотри, какие они маленькие. Извините, пожалуйста. Но смотри, Black Mechanic 24 миллиметра. И какой по сравнению с ним вот эта вот штука? Я тебе не помню, еще один и два. Это просто жесть. Это же кибошки. Это край... Это... Кошмар. Опять вот здесь. Только вот. В общем, вы делаете какие-то суперновые девайсы, которые супер микро или что? Вот это вот новый дизайн у них. Мини. Ага. Новый для России. Хотя в Китае это очень популярно хорошо продается. Вот, в принципе, и все, да? Да. Хорошо. Больше вопросов нет. Так, здесь у нас есть, ребята, Космос. Не знаю, кто такие Космос, но у них пипетки в пустых шотах. Возможно, там было что-то покрепче. Не знаю. Видимо, мы пропустили все. Висели, наверное. Здесь у нас Pussy Juice. Pussy Juice. Я думаю, все про него слышали. Я, если честно, про него не слышал. Поэтому идем дальше. Короче, в Steam Delight очень людно. А это говорит о том, что здесь, наверное, интересно. Поэтому... Да, чуваки что-то пробуют. Там стоит кальян. Блин. На самом деле, ненавижу это говно, когда начинают смешивать ебучие кальяны с электронными вопорюзерами. Это полный бред. Если уж либо есть электронка, либо есть кальян, не надо это дело смешивать. Получается полное фухло. Здесь у нас стенд Deliomito. На них мы уже снимали обзор. Вроде более-менее жижа за более-менее нормальную цену. Здесь у нас какие-то безделушки, железки и все такое. Здесь у нас стенд Vapor Labo. Я с ними не общался, если честно. Но я знаю, что они вроде бы нормальные чуваки. Поэтому давай дальше. Здравствуйте. А вы у нас кто? Что-что? И что делает ваша английская компания? Жидкости... Вы как бы совлекаете не жидкостями. У вас написано тюнингованный висми. И в чем прикол? Это какая-то покраска анодирования. Это именно какая-то интересная покраска. Получена терморегуляция платы и заменены кнопки на обожженный металл. Но если честно, если честно, выглядит как-то не совсем финишно. Вот. Я хочу это сказать от себя. Сними крупным планом. Вот как-то вот мне немножечко не нравится то, что вот они именно пошорканы. Или, наверное, просто спешили к выставке и не успели их привести в идеал. Это мнение дизайнера. А, это мнение дизайнера, что так должно быть. Ну, якобы он упал на асфальт и из машины. Хорошо. Ну, в любом случае, наверное, это прикольно. Возможно, это будет пользоваться спросом. Че-че-че. Ну, это ребята, которые представляют какую-то жижу, но нам туда не пробиться, потому что здесь становится очень жарко. Ну, это реально... Что? Можно... Ребята, а можно чуть-чуть подвинуть? Вроде бы что-то интересно. Привет, вы кто? Привет. Мы, собственно, вейп-найт с компанией Fun Distribution. Мы... Короче, подожди, подожди. Слишком громко. Вы короли вейпинга. Правильно я понял? Что еще раз? Вейп-найт. Рыцари, я бы сказал. А, рыцари вейпинга. А, ну и, собственно, вы рыцари какие? Мы крестоносцы или что? Мы круглого стола. Ага. И что вы предлагаете народу? Мы народу предлагаем разные премиальные малазийские жижки. Опять, блядь, малазийцы? А как? Куда без них? Это трешка. Ну, е-мое, это становится попсой. Вот зачем вы все делаете попсов? Зачем мы делаем попсов? Вы любите Филиппа Киркорова? В каком смысле? В любом. Нет. Он же Болгар. Тогда понятно. Ладно, в любом случае спасибо. Вам лайк. А что не попса? Что рок-н-ролл? Рок-н-ролл, наверное, соленый огурец с холодком. Возможно, с чем-нибудь фруктовым. Попробуйте наш манго. Мы закажем ему молодец, специально для вас. Мега рок-н-ролл это будет дуриан. Под водочку, да? Получается раз линейка, два линейка, три линейка, четыре линейки. Пять линейка, шесть линейка, девять линейка. Пять линейка. Цена какая? Как дуриан пойдет? Нет, цена какая, и на этом закончим. На этом закончим наш опыт. Розница или сейчас? Сейчас, подсеркнули. Розница сколько примерно было? Примерно тысяча рублей. Примерно тысяча рублей в магазинах за тридцатку. Нормально, нормально. Сейчас, сейчас ползены. Так, а где мой оператор? Справа у нас что-то официальное. Слева у нас здесь барыжат бутылочками. То есть всякими разными. Нашим мамкиным самозамесерам, которые ищут действительно интересные бутылочки, было бы интересно здесь побывать. Но, к сожалению, они здесь не побывали. Здесь у нас ребята, которые делают жидкость АК-47. И мы уже у этих ребят, на самом деле, взяли жижку. Обязательно будет обзор. Но, возможно, ребята вам тоже передадут привет и скажут то, что они уже сегодня мне говорили. Чуваки, почему АК-47? Потому что, в принципе, какова логика этого названия? Жидкость такая же хорошая, как автомат. Ну, и русская, естественно. Натережная и тяжелая. Я, если честно, тоже с этого немножечко осел. Ну, просто ассоциация с АК-47. Я думаю, всем известно, у кого какие. Но я, если честно, ее еще даже не пробовал. Поэтому интрига, интрига. Все это будет видно в обзоре. Здесь у нас клевые ребята из Австрии. И у этих ребят мы тоже уже взяли жиженный обзор. К сожалению, у них нет переводчика, и поэтому есть гигантский именно языковой барьер. С ними не поболтать. Они, немцы, пытаются говорить по-английски. Мы, русские, пытаемся тоже говорить по-английски. Получается полная билиберда. Даже гугл-переводчик в этом деле не помогает. Здесь у нас, короче, стенд. Получается Амир и Вейб, правильно? Нет, Амир и Вейб больше не существует. Но, по идее, Авид Лайв. Вот, просто кто-то меня поправил. Неправильно поправил. Правильно, Авид Лайв. Правильно я понял? Ну, это, короче, стенд для мажоров. Я больше никак это не назову, потому что здесь все штуки крайне дорогие. Вот сколько стоит топ-кэп? Любой. От пяти. Самый нищий. От пяти. Охуеть. У меня больше нет никаких слов. Сколько стоит Айбл? 16 плюс 5, 21. К нему еще нужна дека. К нему еще нужна дека. 5500. 5500 и 5. Получается 10,5 плюс 16. Примерный сет мне выйдет в 27 рубасов. Ебать его в рот. Мои жигули столько стоят. В любом случае вам лайк, пацаны. Так, идем дальше. Здесь у нас жидкость-оргазм. Возможно, когда-нибудь будет на нее обзор. Потому что это... Ну, она популярна в нашем городе. И это... Ну, как говорят ребята, это действительно достойная жижа. Будем пробовать. Будем пробовать. Здесь у нас Парюка. Парюка. Парюка РФ. Добрый день. Здравствуйте. А вы кто? А мы Парюка. А в чем прикол? В смысле? А почему такое название? Потому что так расшифровывается. Пар Юли, Коля, Артем. Как же сложно. И что вы предлагаете людям? У нас малазийская жидкость официальный дистрибьютор в России. И российский также. Копт, розница. Хорошо, встречный вопрос. У кого сейчас нет малазийцев? Я не знаю. Ладно, в любом случае вам тоже большой респект. Спасибо. Ребята, здравствуйте. Вы облако, правильно? Облака. Облака. Вейп-шоп облака. Вы региональный вейп-шоп или онлайн вейп-шоп по всей стране? Мы онлайн вейп-шоп по всей стране. Плюс делаем доставку в России. Плюс открываем в июле склад России. Ладно, хорошо, я понял, да, это все официальная телега. Но что вы можете предложить такого, чтобы вот сейчас чуваки смотрели это видео и сказали, хипать, я обязательно должен у них что-то заказать? У нас в магазине представлено более 10 брендов украинского производства. Жидкости, все абсолютно разные. А почему украинцы? Вы сами территория... Киев. Киев? Из Киева приехали, все это привезли для того, чтобы... Просто я вижу, у вас немножечко, ну, отличаются жидкости от тех, которые представлены у всех других. Здравствуйте. Это же вейп-маньяк-боб. Да, мне всем машут рукой, подходят, здороваются, говорят, это же вейп-маньяк-боб. Но я половину этого народа не знаю, хотя с кем-то мы были в конфе, там, с кем-то мы общались. Но я никого не знаю. Главное, что они тебя знают. Да, это офигительно. Ну, ладно, ребята, я в любом случае могу вам как бы только удачи пожелать. Дай бог, дай бог. А здесь, здесь у нас на самом деле мой официальный спонсор. Благодаря этим ребятам я попал на вейп-экспо и, к сожалению, наверное, нам придется немножечко попозже сюда подойти. Ну, в общем, это одни из тех, кто старается делать вейпинг в массах на уровне интернета. Я не знаю, насколько я правильно сейчас высказал свою мысль, но есть Бабилон, который делает вейпинг физически, есть ребята, которые делают вейпинг онлайн. И вот Тасти Вейв, Вейбункер, это как раз все ребята из одной тусовки, и они делают вейпинг в интернете. Поэтому за это им гигантский респект. К сожалению, большой лысый мужик пока что отошел, и он бы смог нам рассказать все, чем он занимается, и почему он такой крутой. Но, наверное, попозже его поймаем. Так, Рубис Ориджинал. Здравствуйте. Привет. Как дела? Охуительно. А вы кто? Я знаю. Да. Я знаю, что ты меня знаешь. Что вы здесь забыли? Это жидкость Эрабис Ориджинал, жидкости провизорной из Великобритании. Буквально сегодня они у нас уже появились, потому что мы очень долго хотели ее и хотели показать ее вам. На что она похожа? В Великобритании есть, например, жижа Vampire Wave. Да я думаю, вот Vampire Wave, кстати, я не пробовал. Я смотрел на нее обзоры, читал там, но... Я не вдохновился. Знаешь, фишка в том, что ТПА заезжено. Ну, честно, да. А здесь что? Миксы здесь используются именно их ароматизаторы. То есть абсолютно все там. Короче, метод молекулярного смешивания. Нет. Да я вижу, что нет. Ну, понятно, понятно. В общем... Иска в том, что, ну, как бы, ТПА уже, ну, мешать можно каждый раз. И все равно получится то, что у кого-то есть. Здесь уже вкусы другие совсем. Ну, наверное. Кому-то заходил, а кому-то нет. Ну, на каждое найдется свой, как бы, что это нравится. Ладно, хорошо. Спасибо в любом случае. Так, мы тогда, наверное, будем двигаться дальше потихонечку. Здесь у нас, как всегда, ходят красивые женщины. Они ходят здесь везде. От них никуда не деться. Но почему-то, почему-то они не работают на камеру. Зачем они тогда здесь ходят? Ну, просто никому неизвестно. Ну, ладно. Здесь у нас есть стенд от iJoya. Они представляют свой бачок Торнадо. И еще у них есть Limitless. И есть, по-моему, разные тестовые девайсы. По-моему, есть даже какая-то платка. Но гигантская проблема в том... Я не знаю, конечно, поменялось. У вас сейчас появился переводчик? Понятно. У них до сих пор не появилось переводчика. В этом их категорическая проблема. В этом действительно проблема многих ребят. Они молодцы, что они приехали. Они действительно красавчики, что они сюда добрались. Но, сука, большая проблема – это языковой барьер. Многие бы хотели поговорить с этими нашими любимыми рисоедиками. Но, к сожалению, это не выдается возможным. Я чуть не снес, только что экстенд к хуям собачьим. Так, и потихонечку двигаемся дальше. Здесь у нас тоже есть какие-то жжи-торговцы. Жжи-торговцы. Ладно, я думаю, я думаю, это... Не будем раскидывать народ. Потихонечку, потихонечку пройдем туда. И кто у нас тут еще? Так, здесь у нас вап-мод. Но вап-мод что-то, как по мне, не очень интересен. Вот так вот, в принципе, выглядит одна из их флагманов. Потому что он даже на плакатах на всех изображен. Ну, не знаю, на ваш суд. По-моему, очень странно. Очень странно. Там у нас стоят ребята из EFEST. Это все те же самые и старые наши любимые ламповые ребята из EFEST. Которые совершенно несговорчивые. Не знают, что такое видеообзоры. И, ну, я, конечно, попытался с ними поболтать. Может быть, даже вы увидите новые аккумуляторы 40-амперные, официальные от EFEST и все такое. Но не факт. Не факт. Как повезет. Ну, и на этом, на этом павильон, именно маленький павильон от входа налево, он у нас потихонечку заканчивается. И мы, наверное, сейчас пойдем в большой павильон. И, собственно, там тоже будем продолжать всю эту мясорубку. Потому что, ну, пипец. Потому что полный пипец. Народу очень много. И, собственно, и производителей, и всех тоже много. Кстати, у нас, наверное, есть вариант докопаться до женщин. А что вы делаете? Фотографируем. Классно. Я тормоз. Пока я подходил к женщинам, они уже ушли. Ну, ладно. Ладно. Значит, значит, не судьба. Не судьба. Это, наверное, жена сейчас сидит там и колдует вокруг куклы Вуду, чтобы все женщины меня стороной обходили. Там есть проход. Это проход в большой мир вейпинга. И там у нас уже самые жирнющие стенды. И когда я узнал цену аренды на эти стенды, я ее не буду называть. Это конфиденциально. Но я, блядь, охуел. Я охуел. Это больше никак не назвать. Спасибо. Спасибо.